И начнем с темы благоустройства. Более 30 молодых деревьев украсили новый сквер воинской славы в селе Супсех. Здесь появилась новая аллея из берез, платанов и сосен. Поручение высадить деревья глава города Юрий Поляков дал еще на открытие сквера. Агрономы ждали благоприятную погоду. Подробнее в нашем сюжете. Сквер воинской славы – долгожданный подарок для жителей села в преддверии 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Не хватало лишь одного – деревьев. Дождавшись благоприятной погоды, агрономы высадили вдоль центральной аллеи молодые березы, платаны и сосны. В это мероприятие личное участие принял глава города Юрий Поляков. Я думаю, это один из лучших скверов у нас в городе-курорте. Ну, за исключением сквера боевой славы, канавского. Вы же видите, какие деревья высаживаны. Нормальные деревья, те, которые уже имеют возраст 3-4 года. Естественно, они примутся, естественно, они быстрее пойдут. Естественно, сквер будет выглядеть. Все саженцы выращены в местном питомнике и адаптированы к канавскому климату. Деревья закрепят специальными растяжками, чтобы зимой их не сломал ветер. Возраст саженцев 3-4 года. Уже следующим летом они создадут приятную тень и смогут защищать от ветра. По мнению Юрия Полякова, этот сквер должен стать местом притяжения для местных жителей. Мы, в общем-то, когда строили, мы рассчитывали на то, что все массовые мероприятия будут проходить здесь, в сквере. Его и строили, и планировали, и когда иски сделали, исходили из того, что на этой площадке будут проходить все праздничные мероприятия. Все саженцы выращены в местном питомнике и адаптированы к канавскому климату. Деревья закрепят специальными растяжками, чтобы зимой их не сломал ветер. В прошлом месяце глава города вместе с заместителями дал старт масштабной акции по обновлению зеленого наряда курорта. Новые деревья украсили сквер Гудовича, улицу Владимирскую, Ивана Голубца и другие участки города. А зеленение продолжится и в сквере села Супсех. Всегда в любой деятельности, когда что-то создается, потом надо посмотреть и проанализировать, как это себя показало за время обслуживания. Конечно, какие-то действия мы будем здесь предпринимать. Сейчас мы просто ведем аналитику, смотрим, что... Самое главное, что наши жители хорошо отнеслись к этому скверу, не разбивают, не ломают. Это тоже очень приятно. То есть люди приходят вечерами с детьми, гуляют здесь. В планах у подрядчика установка детской площадки, а в сквере будет высажено 360 кустов китайской розы. Они будут обрамлять ограждения и располагаться вдоль парковки. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион.